Азербайджанский актер героически погиб в боях в Карабахе. Самир Гафарлы, отдавший жизнь за территориальную целостность и защиту Азербайджана, был выпускником актерского факультета Государственного университета культуры и искусств. Он запомнился зрителям своей ролью в сериале «Отцовский очаг». Вечная слава героям, павшим в боях за освобождение оккупированных земель Азербайджана. В течение дня 2 ноября и в ночь на 3 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов в позиции подразделения азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавенском, Зангеланском и Губатлинском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить. В течение суток на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 4 реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 1 зенитный ракетный комплекс «Куб», 9 различных видов пушек и 2 грузовика с боеприпасами противника. В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку. Минобороны Азербайджана опровергают информацию армянской стороны об уничтожении минометного взвода подразделения азербайджанских вооруженных сил на южном направлении боевых действий в Карабахе. Распространенная в армянских СМИ новость о том, что противник якобы уничтожил минометный взвод нашего подразделения на южном направлении и захватил важные документы – ничто иное, как абсурд, говорится в заявлении прислужбы азербайджанского военного ведомства. Минобороны Азербайджана также отреагировала на сообщения, распространенные 3 ноября в армянских СМИ о якобы обстреле города Шуша запрещенными боеприпасами. Распространенные армянской стороной данные о якобы сбросе запрещенных боеприпасов на город Шуша являются дезинформацией, заявила Минобороны Азербайджана. Верховный лидер Ирана Али Хамены поддержал право Азербайджана на освобождение Карабаха. К сожалению, между нашими соседями Азербайджаном и Арменией идет война. Это прискорбное событие, которое угрожает безопасности региона и которое должно завершиться как можно скорее, сказал он в ходе вступления, показанного иранским телевидением, сообщает иранское агентство Мехар. По словам Хамены, азербайджанские территории должны быть возвращены Азербайджану, который имеет право на их освобождение. Руководству Армении следует признать резолюции Совбеза ООН по нагону Карабахскому конфликту и сесть за стол переговоров, вместо того, чтобы продолжать гнать своих граждан на бойню, рассчитывая на чью-то стороннюю помощь. Об этом сказал тренд депутат Госдумы России, руководитель межпарламентской группы дружбы РФ Азербайджан Дмитрий Савельев. Депутат отметил, что Россия – великодушная страна, которая с готовностью оказывает поддержку государствам, находящимся с ней в соседских и партнерских отношениях. Так, мы поставляем Армении российский газ на льготных условиях, вдвое дешевле, чем странам Европы. Более полумиллиона армянских граждан получили возможность выехать на заработки в Россию, помогая своим семьям на родине. За 2019 год сумма индивидуальных денежных переводов из РФ в Армению составила свыше 1 миллиарда долларов. В ответ на это армянское правительство в последние годы укрепляет отношения с Западом, а с РФ создает все новые предпосылки для возникновения напряженности. Я назову лишь несколько ситуаций, в которых армянское руководство повело себя недружественно по отношению к России. Это и митинги перед российской военной базой в Гюмри с агрессивными транспарантами «Русская армия вон из Армении» и возбуждение уголовных дел против дочерних предприятий компании РФ «Газпром Армения» и «Южно-Кавказская железная дорога» и участие армянских вооруженных сил в совместных военных учениях с Североатлантическим альянсом и недавнее ограничение вещания российских телеканалов. А открытие в центре Еревана памятника нацисту, пособнику фашистов Горегину Нже, и вовсе стало плевком в душу тем, кто победил гитлеровскую Германию в страшной войне, в том числе и армянским воинам, сражавшимся против фашистов в рядах советской армии, сказал Савельев. Депутат надсобрания Армении, член фракции «Прответающая Армения» Геворд Петросян призвал Пашиняна прекратить популистские выступления. «Мой сын уже 20 дней на войне, от него нет никаких новостей. Пашинян должен прекратить популистские выступления. Когда началась война, он устраивал шоу, создавал женские батальоны, говорил, что все чиновники пойдут воевать. Так где они? Почему не пошли? Никол говорит, у кого какая форма есть, пусть берет и идет на фронт. Что это за отношения? Формы нет, оружия нет, еды нет. А бюджет где? Вместо этого городская мерия строит одну за другой автобусной остановки. На эти деньги надо оружие покупать. Хватит, проснитесь, скоро будет уже поздно», – написал он на своей странице Facebook. Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на фейк о том, что якобы Украина поставляет Азербайджану фосфорные бомбы, которыми затем бомбят Нагорный Карабах. Об этом глава государства написал в Телеграм, реагируя на обвинения от приятеля российского кинорежиссера армянского происхождения Сарика Андресяна. Недавно Сарик Андресян опубликовал пост у себя в Инстаграм, где он обвинил Зеленского, что Киев якобы продает Азербайджану фосфорные бомбы во время войны в Нагорном Карабахе. «У меня много друзей украинцев, но я и мой народ не могут гордиться дружбой с тем, у кого руки в крови. И раз уж такая история, хотела бы сказать, что Крым наш», – написал Андресян. В ответ Зеленский назвал это российским фейком и пропагандой. «Понимаю, Сарик, что это действительно болит и жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война, и что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Так только. Но точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда, и почему она тотально лжет. Но тебя не понимаю абсолютно, потому что Украина никогда никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в местах, где уже горячо, и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то геополитически порешать», – написал президент Украины. Также Зеленский возмутился тем, что обвинение в причастности к войне в Карабахе он услышал от близкого человека. «Честно говоря, мне лично очень жаль, что ты, человек, которым я открыл дверь своего дома и который прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повелся на чужую пропаганду. Можно же было спросить у меня лично. Или нет», – написал он. Зеленский подчеркнул, что Украина выступает против любых кровавых конфликтов, и посоветовал армянам чаще мыть руки после контактов с известной пропагандой. «И все же у меня есть к тебе, Сарик, один вопрос. Где же ты был, когда война пришла в Украину, и когда гибли наши дети, когда гибли граждане Украины армянского происхождения? А их не один и не два, а десятки. Что ты лично сказал тогда против агрессии? Ничего», – пояснил президент Украины. Число жертв землетрясения, которое произошло 30 октября в провинции Змир, возросло до 105 человек. Количество пострадавших – 1027 человек. Из них 144 продолжают лечение в больницах. Об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствием в Турции. Ранее сообщалось о 100 погибших и 994 пострадавших. Напомним, что 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 километрах от турецкого Измира и в 14 километрах от греческого Неон-Карловаси. В результате бедствия в Измире полностью разрушено и получило серьезное повреждение 41 здание, и 1041 здание повреждено частично. Субтитры создавал DimaTorzok